Сегодняшняя цитата называется «Если у вас качества, необходимые для брака». Перед вступлением в супружеские отношения мы размышляем над тем, что мы хотим обрести, с каким человеком хотим вступить в брак, какую хотим семью и так далее. Однако часто мы не думаем о том, каким должен быть я сам, чтобы все это у меня было и чтобы моя семейная жизнь сложилась. Майя – очень искусный художник. Когда у нас появляется идея, она рисует картинку. Если я сделаю так-то и так-то, то будет вот такой результат. У нас в уме крутится своего рода кино о том, как все должно сложиться. Но, как вы знаете, ситуация не всегда складывается так, как мы предполагаем. Если же вы хотите, чтобы все сложилось как надо, вам необходимо немало постараться. И один из таких моментов – вам надо иметь определенные качества, чтобы участвовать в этом кино самому. Итак, вы хотите это кино, но какова ваша квалификация? Можете ли вы быть звездой в этом фильме? Обычно мы думаем, «Я хочу, чтобы моя жена была такой-то и такой-то. Я хочу вот такой дом и вот такую семью и тому подобное». Хорошо, но способны ли вы создать именно такие отношения, создать то, о чем мечтаете? Или у вас есть такие качества характера, из-за которых другому человеку не очень-то захочется с вами жить? А если он и захочет с вами жить, то, вероятно, попросту не сможет. Это очень важные вопросы. Но часто мы думаем лишь о том, чего хотим мы. Если мы не инициированы, то часто думаем, «Какого именно гуру я хочу?» Это неплохо так думать. На самом деле, нам стоит так думать. «Какой гуру мне нужен?» Но как только мы определились с выбором, необходимо задать следующий вопрос, который зачастую мы не задаем. «Есть ли у меня качество для того, чтобы получить такого гуру?» «Как мне обрести качество, чтобы получить такого гуру?» Этот вопрос мало кто задает себе. В то же время мы думаем, «Я хочу такого мужа или такую жену. Я хочу жить так-то и так-то, иметь такой-то уровень дохода». Хорошо, но что мне нужно сделать, чтобы у меня сложились такие отношения? Что вам нужно сделать, чтобы ситуация сложилась именно так? Что в вашем характере приводило к проблемам в ваших прошлых отношениях? Способны ли вы построить хорошие отношения, или вы просто перекладываете вину за плохие отношения на всех остальных, и за вами тянется вереница разрушенных отношений? Но вы верите, что это не ваша вина. Не стоит так думать. Ведь вы также присутствовали во всех этих отношениях, особенно если за вами тянется череда испорченных отношений. Очевидно, при этом происходит нечто такое, в чём вам необходимо разобраться. Возможно, вам нужно что-то исправить в том, как вы относитесь к людям в своём сознании, во взгляде на отношения и брак, в вашем понимании мужчин и женщин. На всё это необходимо обратить внимание. Поэтому не вступайте в отношения, наивно полагая, что всё будет хорошо, потому что он замечательный парень, или потому что эта девушка прекрасна. Нет, вы оба должны быть прекрасными. Если вы прекрасны, а он нет, или он прекрасен, а вы нет, то это не работает. Это не может сработать. Есть два человека, и они должны действовать сообща. Поэтому взгляд вглубь себя, работа над собой с желанием стать лучше, стать лучшим мужем или женой, партнёром и человеком, всё это крайне важно в развитии хороших отношений. Не стоит думать, что раз ваш партнёр замечательный, он сам всё сделает. Он сам сделает так, что всё сложится. Просто скажет вам, что надо сделать, и решит все проблемы. Это возможно, но лишь до какой-то степени. Это никогда не бывает правдой на сто процентов. Я всегда советую людям, если они ищут себе супруга или уже собираются пожениться, посмотреть на себя и подумать, с какими трудностями столкнётся мой будущий супруг из-за меня, с какими трудностями в отношениях со мной он или она встретится. В чём мне следует поработать над собой? О чём мне стоит побеспокоиться? Что изменить в себе? Может быть, я не общителен? Или со мной не очень-то весело? В чём моя проблема? Ведь если вы хотите создать крепкие отношения, особенно с любимым человеком, вы тоже должны стать для него особенным. Я хочу, чтобы мой муж или жена были очень хорошими преданными Кришне. Прекрасно. А насколько хорошим преданным являетесь вы сами? Заслуживаете ли вы мужа хорошего преданного? В Бхагаватам Праупада говорит, «Мужчина никогда не должен жениться на женщине, который обладает лучшими качествами, чем он. У них ничего не получится». Вам нужна женщина с прекрасными качествами? Тогда у вас самого тоже должны быть прекрасные качества. Харе Кришна! Если вам нравится это видео, вы можете подписаться на канал. Также я буду очень благодарен, если вы поделитесь этим видео с другими, оставите свой комментарий и поставите лайк. Нажмите кнопочку «Поделиться», и я думаю, многие преданные скажут спасибо, получив эти видео. Я стараюсь излагать нашу философию так, чтобы это было практично, чтобы было понятно, как применять ее в нашей повседневной жизни. Это одно из моих служений. Я хочу охватить как можно большую аудиторию преданных. Если вы сможете мне помочь, я буду вам очень признателен. Субтитры создавал DimaTorzok